И это в то время, пока в Вильнюсе на саммите Восточного партнерства ЕС разыгрывались драматичные события. Евросоюз при поддержке США делал там все, чтобы перекроить континент. В этом смысле Вильнюс 13-го мог бы стать аналогом Мюнхена 33-го, с той лишь разницей, что сегодняшняя цель – лишить Россию союзников, прежде всего, оторвать Украину. Номер не прошел, как в случае с предотвращением глобального кризиса по Сирии, как в случае с историческим прорывом по Ирану. Путин заблаговременно выстроил такую международную комбинацию, которая естественным образом разрешилась по выгодному России и Украине сценарию. Может, опыт работы в разведке до сих пор помогает? Победа, да, но лишь промежуточная. То, что сейчас произошло в Вильнюсе, подробности позже, – лишь начальный ход. Вся партия впереди. Ирана – вставать из-за доски, чтобы развить успех. Путин, по крайней мере, мне так представляется, сделает с российской стороны серьезные предложения Украине, ведь ее экономические проблемы сейчас столь остры. Уж если быть последовательным, то так. При этом позаботимся и об отношениях с Евросоюзом. Они очень важны. Евросоюз пока нервничает, относит свой вильнюсский провал за счет России. Мстят? Уже да. Но хочется шепнуть, не на того наехали. Может, с Путиным лучше по-честному и дружить? Всех и попустит. Итак, Украина не пошла на соглашение с ЕС. Пожалуй, самая яркая международная интрига уходящей недели сохранялась до пятницы. Как только не давили на Януковича, и вице-президент США Байден ему звонил. И все это условия для ассоциации свободной торговли с Украиной Евросоюз снял. И даже текст документа для подписания в Вильнюсе с золотой каемочкой напечатал. И сама Ангела Меркель с Виктором Януковичем разговаривала. И даже не помогли женские чары Кэтрин Эштон и далее Грибаус Кайте. Все прахом. На кабально-колониальное соглашение с ЕС Украина в Вильнюсе не пошла. По словам Януковича, ассоциация с Евросоюзом для Украины сегодня петля. Да, для России тоже непредпочтительный вариант. Европейцы, правда, все не готовы взять это в толк. Вот и в ходе визита в Италию и Ватикан, о них чуть позже, Путина забрасывали вопросами про якобы наше давление на Киев. Опять приходилось объяснять, как говорится, от печки. Быть может поэтому формулировки раз к разу у Путина все более отточены. Между Россией и Украиной подписан и действует договор о зоне свободной торговли. И в этом договоре прописано, что если одна из договаривающихся сторон заключает какие-то аналогичные соглашения с третьей стороной, то любая из стран, участник зоны свободной торговли имеет право из него выйти либо изъять те льготы, которые предоставляются стране-партнёру в рамках этого соглашения. Вот если Украина подписывает договор о зоне свободной торговли с Евросоюзом, то она, я не уверен, что вы об этом знаете, берёт на себя обязательство через два месяца после ратификации этого соглашения обнулить таможенные ставки на 85%, а ещё через три года довести это обнуление, по-моему, до 95-98%. Это значит, что если мы сохраним зону свободной торговли с Украиной, у нас есть все основания полагать, что товары европейского происхождения напрямую транзитом через территорию Украины будут поступать на наш рынок, либо как европейские товары, либо под видом украинских. Это представляет для нашей экономики большую угрозу. Поэтому я бы попросил наших друзей в Брюсселе, моих личных друзей хороших, в Еврокомиссии воздержаться от резких выражений, что нам для того, чтобы им понравиться, нужно удавить целые отрасли нашей экономики. В некоторых европейских странах безработица сейчас составляет 25%, а средней молодёжи до 40% доходят. Безработица в Российской Федерации – 5,5% – одна из самых низких за нашу новейшую историю. Мы не хотим никакого всплеска изработицы и закрытия целых отраслей российской экономики. В сельском хозяйстве – это животноводство, это сельхозмашиностроение, в промышленных секторах – это авиапром, автопром и так далее. И я бы полагал, что нужно дополитизировать эту тему, а согласиться с предложением президента Януковича и в трёхстороннем формате, как следует, обстоятельно на эти все темы поговорить. Но в любом случае, выбор, с кем подписывать соглашение в зоне свободной торговли, оставаться ли в зоне свободной торговли с Россией – это суверенный выбор самой Украины. И мы без всяких сомнений будем уважать этот выбор, каким бы он ни был. Чеканно. Не менее чеканно звучит и состав создавшейся внутри ЕС коалиции – Швеция, Польша, Литва. Это трио делает всё, чтобы досадить Россию. Украина при этом лишь розжиг. В коалиции «Швеция, Польша, Литва» – Швеция в лице министра иностранных дел Карла Бильта, который, собственно, вместе с американцами и придумал восточное партнёрство. Польша уже давно объявила, что будет главным адвокатом Украины в Европе и в канун Вильнюсского саммита была исключительно активна. Один квасневский – квас, как его прозвали в Киеве, чего стоит. Литва – хозяйка нынешнего саммита. А спикер литовского парламента Лоретта Граужинини, прилетев в Киев, выскочила на Майдан с зажигательной речью. Сначала на плохом украинском. Дорогие друзья, любые браты и сестры. Потом, по иронии судьбы, перешла на сносный русский. Поздравляю народ Украины, который собрался здесь, чтобы подтверждать европейское будущее своей великой и гордой страны. Итак, Швеция, Польша, Литва. Ничего не напоминает королевство Швеция, речь посполитая, Великое княжество Литовское. Вот ровно тот союз, с которым Пётр Великий славно бился под Полтавой в 1709 году. На этой неделе новая старая коалиция показала себя во весь рост. Смешно, но это выглядело, как жажда реванша за Полтаву. Знаете, на рукавах униформы шведской королевской гвардии до сих пор обшлага во вкусе Карла XII, то есть почти как под Полтавой. Туристы в Стокгольме могут услышать местную шутку, чтобы не забыть Полтаву. Обшлага сменим лишь после реванша. Ну что ж, действительно смешно, но для Карла Бильта, экс-премьера Швеции, а ныне министра иностранных дел, это не шутка. Карл Бильт – потомок древнего шведского рода, где были и генералы. В молодости агент ЦРУ в 70-х годах к делу его приобщил американский дипломат и резидент ЦРУ в Стокгольме, если память не изменяет, Пол Кенни. В Швеции Бильт пользуется спорной репутацией, любит углеводороды, с трудом вынул хвост из скандала с нефтяными акциями, информацию о которых утаил уже как министр. По Украине Бильт высказывается много, экстравагантно и пусто. При этом предпочитает задеть Россию. Из последнего, после встречи в Вильнюсе с министром иностранных дел Украины Евгением Кожарой заявил, что тот в качестве причины неподписания соглашения Украины и ЕС назвал давление со стороны России. Украинский министр слова Бильта не подтвердил. То есть Бильт либо врал, либо поставил коллегу в неудобное положение. И то, и другое для дипломата не комильфо. Впрочем, говорить о комильфо по-шведски сегодня вообще трудно. Вот, например, как выглядят детские игрушки в Швеции. Думаете, кто это? А это бис и кайс, струя мочи и какашка. Они же герои популярной детской передачи на детском канале Barnekanalen. Передача и называется по имени героев бис и кайс. Для деток в Швеции это парочка, как у нас Хрюша и Степаша. И с передачи в передачу какашка и струя мочи приглашают к себе разные части тела. Вот, например, попа. Упс, испортило воздух. И всем смешно. А вот в программе музыкальный номер, где гениталии поют, как им хочется по малой нужде. А компонирует им рум-оркестринг. В переводе – пропошный оркестр. В России это смотрится дико. Может, еще и потому, что в детский секс-процвет мы игрались еще в первые годы советской власти. Например, с 21 по 25 в Москве работал так называемый психоаналитический детский дом-лаборатория. Нарком-прос выделил ему в центре столицы роскошный особняк банкира Рябушинского. Сейчас там дом музея Горького. Воспитывая нового человека, детей от года до пяти, там раскрепощали настолько, что сексуальные забавы без ограничений, причем на глазах у воспитателей, поощрялись и считались столь же нормальными, как удовлетворение любых обыденных нужд, будь то сон или прием пищи. Психоаналитические детские дом-лаборатории сдавали мальчиков и девочек, не только рабочих и крестьян. Заведение считалось престижным и для советской элиты. Фактическим руководителем детской секс-лаборатории была Вера Шмидт, супруга в будущем знаменитого полярника Отто Шмидта. Кстати, их сын Алик тоже был отдан туда. Ранний секс-просвет прошел и маленький Вася, сын Сталина. С докладом об эксперименте Вера Шмидт выступила в 24-м году в Вене на Международном психоаналитическом конгрессе. Консервативная Европа была в ужасе. Год спустя проверки нарком-проса констатировали, у подопечных детской секс-лаборатории наблюдается навязчивый поиск сексуальных утех и невозможность получения удовольствий другим путем. Дом закрыли. Так что Европа опоздала. И намного. Принятые там стандарты сексуального образования в 21-м веке почти калька системы нашего детского дома-лаборатории 20-х годов века прошлого. Если вернуться к Швеции, то неудивительно, что там сейчас радикальный рост детских абортов. Ранний секс, норма, начинают с 9-ти. Но вот незадача. В 12-м уже детская импотенция. Новый вызов, говорят продвинутые шведы. Вот они, европейские ценности во всей красе. Так или иначе, а оголтелое, за гранью приличия давление Виктор Янукович испытывал на Вильнюсском саммите до последней минуты. Мол, интегрируйся и все тут. Из Вильнюса, который для Европы чуть не стал вторым Мюнхеном. Наш специальный корреспондент Евгений Попов. Пасмурный Вильнюс Януковича встречает готовым к бою. Когда президент безмолвно идет по алой, как на кинофестивале дорожке, амбициозные евролидеры намерены, если не уговорить, то заставить изменить принятые Украиной решения. Какое настроение, Виктор Федорович? Нормально. Евросоюз был готов забыть о принципах, если бы Янукович поддался давлению. Условие ассоциации освобождения Юлии Тимошенко было главным. Потом из списка требований исчезло. Позже еврочиновники снова заявили, что без свободной Тимошенко ничего бы не подписали. Главный еврокомиссар Борозу с бокалом вина, затем сама Грибаускайта атакует Януковича. Ассоциируйте Украину с ЕС. После подходит Меркель. Сделав глоток шампанского, канцлер идет в наступление. Мы ожидали от вас большего. На этом битва аргументов теряет смысл. Меркель еще раз отпевает из бокала и дальше Януковича слушает без интереса. Осенний евроинтеграционный марафон для Украины окончен. Киевские оппозиционеры, прибывшие ЕС на подмогу, верить в поражение отказываются. Я не понимаю, из чего вы говорите, о том, что сегодня ассоциации с ЕС не будет. Виталию Кличко в литовском сейме дарят галстук. Теперь на украинскую оппозицию на Западе делают ставки. Одинаково тепло в Вильнюсе принимают и умеренного Яценюка из Батьковщины и радикала Тегнебока, уверенного в том, что нацисты защищали Украину от евреев и русских. Почему бы нам не попробовать с Европой? В экономическом плане мы, честно говоря, ничего не теряем. Второй, как казалось, главный день саммита восточное партнерство – пустая формальность. Виктора Януковича отсадили подальше от трибун. В приветствиях еврокомиссаров об Украине ни слова. Предварительные соглашения об ассоциации с ЕС подписывают Молдавия и Грузия. Но здесь никакой интриги. О планах сделать Кишинев своей провинцией в тот же день заявил Бухарест. Армению, которая выбрала из двух союзов таможенный, вскользь критикует Херман Ван Ромпе. Янукович по окончании саммита тут же улетает в Киев, коротко ответив лишь на один вопрос репортеров. Построить нормальные отношения в формате Европейский союз, Россия, Украина – это надо.